Сегодня у нас на обзоре мотоцикл LeFan LF250 Dakota, который нам любезно предоставил Дмитрий Михалев. Дмитрий у нас мотолюбитель, мотопутешественник, также держит магазин Ништяков, где можно найти всякие интересные запчасти на мотоциклы. Ссылочку я оставлю в описании, посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий у нас мотолюбитель, 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 мотолюбитель. Как я уже говорил, на тесте у нас LeFan 250 Dakota. Это китайский мотоцикл. И раньше в кругах мотоциклистов вообще было принято говорить о китайских мотоциклах либо вообще никак, либо плохо. И, как известно, сотрудничая с японскими гигантами мотоциклетными, покупая у них их же разработки, их патенты на производство некоторой мототехники, Китай уверенно, потихоньку, со временем выходит на, так вы скажем, уверенный среднячок по плану мотоциклов, по их качеству. То есть от откровенного дерьма они уже отошли в более серьезных кубатурах. Когда китайцы создавали этот мотоцикл, внешне они, скорее всего, отходили от Honda VTR 250, а вот двигатель напоминает больше всего Yamaha Virao 250. Здесь двигатель V-образный, двухцилиндровый, два клапана на цилиндр, объемом 250 кубических сантиметров, с воздушным охлаждением. И на форумах владельцы иногда сетуют на то, что он плохо охлаждается. Особенно это касается езды по пробкам, естественно. А так, в целом, двигатель неплохой, удачный, скопированный из японского оригинала. Развивает он 18,5 лошадок при 8 тысячах с половиной оборотов в минуту и 19 ньютонов метров крутящего момента при 6 тысячах оборотов в минуту. В принципе, с данными характеристиками, это позволяет мотоциклу ехать с максимальной скоростью 135 км в час, а комфортная, скажем так, скорость составляет порядка 90-95 км в час. То есть, ни в напряг, ни мучая двигатель, не давая ему предельных оборотов, можно спокойно ехать километров 90-95. Что сказать по внешнему виду мотоцикла? Классический вид дорожного мотоцикла. Здесь ничего необычного. Металлический бензобак, который вмещает 12 литров. Сзади моноамортизатор, спереди классическая телескопическая вилка без регулировок. Моноамортизатор регулируется на поджатие. Тормоза стоят как и впереди, так и сзади, дисковые, и они отлично справляются, как для этого мотоцикла. Если честно, меня удивил вес мотоцикла, он довольно тяжелый. 142 кг, это сухой вес мотоцикла составляет. Довольно-таки тяжелый мотоцикл. Рама представляет у нас пространственную раму, типа птичья клетка, трубчатая, стальная, сваренная рама. Я забыл сказать, что есть две версии данного мотоцикла. С 2013 года, если я не ошибаюсь, с 2013 года. Она производилась с круглой фарой, и здесь стоял карбюратор. С 2014 года на эту модель ставится инжектор и фары уже, скажем так, сложной формы. Этот мотоцикл 2014 года. И сейчас немножко скажу о посадке мотоцикла. Что можно говорить о посадке. Посадка классическая, как на взрослом мотоцикле. Хоть тут и 250 кубиков. Седло. Седло и в меру жесткое, и в меру мягкое. Если честно, я не знаю. Дмитрий говорит, что на нем довольно-таки удобно на дальнейке ездить. Насчет себя не знаю, не пробовал. Ну, в принципе, проехать 200-300 километров по нормальным дорогам, это вполне можно. Посадка классическая. Небольшой есть наклон вперед на мотоцикле. Руль не широкий. По приборной панели здесь... Все весьма просто. Электронный спидометр, тахометр. Очень мягенькое сцепление. Очень даже мягкое. По органам управления, классически, здесь у нас переключалка дальний-ближний. Моргалка дальним светом. Повороты. Гудок. На правом пуск стоп-двигателя клавиша. Переключение режима в освещение. Габариты освещения. И стартер двигателя. Зеркала здесь стоят уже модернизированы, неродные. Но про это Дмитрий скажет отдельно. Поскольку он занимался этим мотоциклом, уже два года занимается. Он расскажет, какие здесь были косяки, какие были нюансы. С чем он столкнулся. Человеку есть что рассказать. Посадка удобная. Невысокое седло. Вот если я не ошибаюсь. 765 миллиметров высота седла. То есть даже человеку, который метр шестьдесят ростом, он спокойно сядет. Он спокойно будет доставать до земли. Притом с запасом, чтобы маневрировать и держать мотоцикл. Кому можно посоветовать этот мотоцикл? Ну, возможно, человеку-новичку, который буквально пару раз там ездил, может, на скутере в своей молодости, решил заняться действительно мотоциклетным делом. Мотоцикл, как для начинающего, очень и очень даже неплохой. Единственное, что, наверное, подвески не всех устроят по нашим дорогам. Но это, конечно, уже на любителя. А так, как для начинающего неплохой мотоцикл, именно для того начинающего, который вообще с мотоциклами практически дела не имел и опыта не имеет, мотоцикл отлично подойдет и человеку его хватит, по крайней мере, на один сезон, может быть, даже на два. А потом, если он уже задумается заниматься этим, то будет брать что-нибудь более мощное. При том, что здесь такая же самая классическая посадка, как и на многих других более серьезных мотоциклах. Дим, ты счастливый владелец данного мотоцикла с 2014 года и, насколько я знаю, проехал около 10 тысяч на нем. Расскажи, какие косяки были, какие вообще твои ощущения от мотоцикла и за сколько ты его взял, если не секрет? Да, я купил его в 2014 году, осенью. Прокатал на нем два месяца до зимы. Потом был поставлен на день хранения. В том году я проехал сезон полный. Сейчас на доме 3 9500 тысяч. Вот. В чем рассказать? Скажи, какие вот, насколько я вижу, на мотоцикле цепь не родная стоит? Я помню, ты еще говорил об этом. Да, да. В цепи здесь стоит GT. 530-я, я хочу заметить. Она была 530-я. Родная была 530-я. Здесь стоит 530-я цепь. Да. Почему-то, не знаю, китайские друзья решили нам так угодить, потому как все знают, что 530-я цепь – это самые дорогие. Вот. Ну, тем не менее, она здесь стоит. Родная была очень плохая, потому как она через каждые примерно 300-300 километров тянулась ужасно. Смазка не помахала. Поставили мы на 114 зубов. Ну, нужно было ставить 116. Немного с товарищем не углядели. Точнее, это моя уже вина. Не буду его прикрутать. Поэтому можете посмотреть на разбитое заднее крыло, то есть хагер, который пробил короб аккумулятора, потому как сдвинуто колесо, вместе с ним хагер вперед. Хочу сказать насчет катков. Здесь Бриджстон, как я и говорил, у него очень-очень длительный износ, что очень не может не радовать. Потом я строю сезон и я еще катаю. Обкатал 6000 на них. Давайте перейдем к Аммарксетеру. Еще раз посмотрим на него. Здесь стоит с фонда CBR600F регулируемый по ПАА-джаке пружины. Родной стоял нерегулируемый, очень мягкий, на мой взгляд. По пассажам было неудобно ездить. Поэтому был заменен. Насчет вот этой вот платформы. Было падение, при котором платформа изогнулась и лопнулась. Пришлось заварить с аргоном. Я вижу, здесь явно не стоковые зеркала стоят. И повороты так само аналогично. Да, здесь зеркала стоят Monster под названием. Они представлены в моем магазине. Ссылка будет внизу. Я думаю, Владимир укажет ее. Повороты здесь также стритовые, обычные, с гнущейся ножкой. Зеркала регулируемые здесь. На руле у нас добавлена розетка, водоприкуриватель. USB для подключения гаджетов, телефонов, либо навигаторов. Вот здесь платформа у нас для перевозки. Очень помогает, если вы едите далеко от дома. Сверху, конечно, сумка. На ней еще одна дополнительная карта. Это для меня. Позволяет не забывать, откуда я иди в мой дом. Куда бы я и не уехал. Также хочу сказать про вилку. Здесь с завода залито маслом. Неизвестно какой консистенции. По вязкости будет десятка V10, но тем не менее, она очень слаба для наших дорог. Вилка пробивалась. Здесь залита Матюль 1-Койл V15, которая позволяет более мягче проходить нервности на дорогах. Справа на раме закреплена диодная дополнительная фара, которая помогает ночью осветить путь для того, чтобы можно регулировать ее с помощью... Внутри есть болт шестиграммик, который позволяет фаре вверх-вниз опускаться. Это крепление, этот кронштейн. Можно крутить тоже в разные стороны. Поэтому, какой угол вы ее поставите, какой она будет светить. Разлет света от диодной лампы начинается примерно вот здесь. Ну, примерно. Поэтому крышка вот эта вот не мешает совсем. Говорят, что этот двигатель плохо обдувается. Бывают какие-то перегревы. Я этого не заметил. В течение послого сезона, было очень жаркое лето. Я ездил через пробки, которые стояли на трассах многокилометровые. И ездил и по городу на первая, вторая, третья. И преодолевал за... Сколько получается? Раз преодолел 50... 560 километров за 8 часов. С передышкой по 15 минут. Я считаю, что это все сказки. И мотоцикл хорошо справляется с нагрузкой и внешними форторами. Здесь 5-ступенчатая, насколько я помню. Да, здесь 5-ступенчатая коробка, передачка. В большинстве случаев, первая сезона клацает громко. Но это не страшно. Это такая практика производственная. Я хочу сказать отдельное слово про тулки маятника с сепраторами и подшипниками. Они заводы не смазываются. Поэтому все, кто покупает данный мотоцикл с нуля, б.у., всегда проверяйте смазку. Поэтому как я столкнулся с этим и не проверил. Полоделся на излуче китайцев. И Саня, ты дурак. Идет, и трендик, перебивает. Дим, насколько я знаю, ты путешествовал на этом мотоцикле в Сочи из наших краев. Выезжал в Россию по России, а потом возвращался уже через Крым из Сочи. Да, я выезжал из Украины в Белокровскую область. Пересекал немного Воронежскую. Потом через Ростовскую на Краснодарский край, ниже Датегеи. Оттуда уже опять выше поднялся до Тамани. Там через Пор-Кавказ на Крым переплыл на пароме. И через Крым до Херсонской области. С Херсонской области я поехал на Кривой Рог, через Днепропетровск, на Харьков и обратно до Кутерска. И сколько это вышло по пробегу? По пробегу это вышло 3800 километров. Общей сложности. Со всеми заездами по плану и без. Мотоцикл выдержал, даже с тем учетом, что вступки маятника с подшипником не были смазаны. Он выдержал. Поэтому я хотел бы сказать, что мотоцикл готов к дальним дистанциям. Было бы только желание. Пример путешествия на китайском мотоцикле. Всего лишь 250 кубов и практически 4000 километров. Главное его поднашлить правильно и можно ехать. Знаю косяки, которых я не знал раньше. Теперь знают многие. Можно ехать, катать, радоваться жизни. Отлично. Главный директор. Телеков 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Длина составляет 2000 мм, база 1400 мм. Мотоцикл сам по себе небольшой. Поэтому людям с большим весом, тяжелее килограмм, наверное, 90 и больше, и с высоким ростом, с крупными габаритами, во-первых, люди данной комплекции будут смотреться на мотоцикле нелепо, во-вторых, им будет жутко неудобно, поскольку мотоцикл маленький сам по себе, небольшой. Поэтому это стоит учитывать тем, кто задумается приобрести данный мотоцикл и ездить. Так же не стоит от этого мотоцикла ожидать какого-то независимого драйва, бешеных скоростей и так далее. Мотоцикл едет, да. Вэтвин хорошо набирает обороты, хорошо тянет, в принципе, на всем диапазоне оборотов. Крутится довольно-таки резво, разгоняется. Комфортная скорость, я вот его разгонял где-то под 90 км в час. Это действительно его комфортная скорость. Работает, кстати, вэтвин обалденно, мне понравилось. Хоть он и 250-кубовый, но звук такой довольно басистый, хороший. Это при стандартном русском выхлопных газов. Звук мне понравился данного мотоцикла. Посадка классическая. Классическая стритовая, сидишь удобно. В принципе, не устаешь. Сидушка в меру жесткая. Как я уже говорил, не знаю, как она поведет себя на дальняках, но Дмитрий проехал на мотоцикле 3800 путешествия. И это о чем-то да и говорит. Кстати, вот при развороте, я обратил внимание на то, что мотоцикл имеет большой радиус поворота. Возможно, либо это я не привык к мотоциклу, либо действительно так оно и есть. Но это не столь важно. Говорил я о посадке. Рулится мотоцикл хорошо. Зеркала, хоть они и маленькие, те, которые я поставил Дмитрий с его магазина, но зеркала очень удобные. Я в них процентов 80 зеркала. Это обзор того, что происходит сзади на дороге. Обзор хороший. Нету какой-то там бешеной тряски на этих зеркалах. То есть, я видел, все довольно отлично. Ветрозащиты на мотоцикле, скажем так, никакой нет. Ее можно, конечно, ставить, хотя тот скоростной режим, в котором мотоцикл нормально работает, это 90-100 км в час крейсерской скорости, то я думаю, это не столь важная ветрозащита. Скорости небольшие. Поэтому, по-моему, насчет этого заморачиваться не стоит вообще. Что еще можно сказать? Как и любой китайский мотоцикл, при его покупке, будь он бэушный, будь он новый, я бы, конечно, проверил, обтянул все крепления, все болтовые соединения на нем проверил. Да и Дмитрий сам рассказывал, что при покупке он тщательно все проверил на мотоцикле, подтянул, поскольку иногда китайские товарищи забывают болты подтягивать, и это влечет за собой некоторые неприятные нюансы. В целом, мотоцикл очень даже неплохой, как для китайского мотопрома. Рекомендовать, либо не рекомендовать, я его не буду. Оставим этот вопрос в подвешенном состоянии, потому что любой мотоцикл, и этот в частности, это на любителя. То есть, если вам нравится этот мотоцикл, берите, катайте. Если он оправдывает ваша женя от двухколесной техники, если вы ездите в таком, скажем, неспешном режиме, в основном по хорошим, сухим, асфальтовым дорогам, то это мотоцикл для вас. С низким расходом топлива, удобной посадкой, как для человека средних габаритов и небольших габаритов. Хороший, нормальный, городской мотоцикл, который подойдет, в принципе, любому начинающему мотоциклисту. Ну и думаю, на этом будем закругляться. Не забывайте смотреть другие видео на моем канале. Также загляните в группу Дмитрия, посмотрите, там много интересных запчастей, товаров на мотоциклы. Я думаю, что-нибудь, что вам нужно, вы там найдете. Что ж, с вами был Владимир Красюк. На этом все. До новых встреч.